здравствуйте дорогие друзья меня зовут Андрей я работаю в магазине горной вершины являюсь главным специалистом по горным лыжам и сегодня хочу вам рассказать о горных лыжах о типах горных лыж в связи с тем что сейчас достаточно много большое количество моделей различных типов лыж многие уже даже кто достаточно давно катается у них возникает некая путаница в голове и вот чтобы расставить с точки над и я решил немножко как бы рассказать о современной классификации горных лыж чтобы не было вопросов ни у кого не возникало и так значит лыжи у нас делятся собственно говоря по типу катания на трассовые лыжи универсальные и лыжи прески это вот три таких групп значит в универсальных лыжах вот с трассовой понятно то есть это уже для трассы я потом поподробнее расскажу по отдельно значит лыжи универсальные они делятся по на две таких подгруппы то есть по типу склона если у нас есть склон подготовленный и разбитый склон это у нас первая категория лыж универсальных и вторая под категория универсальных лыж это лыжи для разбитого склона и уже для катания вне трассы то есть по большому счету такая универсальная лыжа для любых склонов и лыжи прески то есть это вы же для собственно говоря свободного катания это у нас парк и фрирайд и также во фрирайдных лыжах тоже можно выделить лыжи как бы природные универсальные лыжи и лыжи для глубокого снега лыжи powder значит теперь по немножко поподробнее значит о каждой каждом виде значит трассовые лыжи собственно и название да это лыжи для катания по трассам по подготовленным склонам то есть вот например лыжи прогрессор как в качестве примера значит они имеют не широкую талию как правило там до около 70 75 и значит подбираются тоже в зависимости от типа но в среднем значит на 10 метров короче рост вот и кататься на них в общем-то комфортно и хорошо по подготовленным склонам где у нас есть тратрак когда у нас хороший ровный склон значит далее у нас есть уже универсальные универсальные лыжи значит это уже лыжи которые позволяют вам кататься как по подготовленному склону так и по слову разбитым ну собственно говоря если мы с вами часто ездим кататься то в общем то все наверно в курсе что разбитый склон в общем становится разбитым после обеда когда то что за ночь там с утра было ратраком подготовлено уже разбивается в некий бугры ямки и так далее вот для собственно таких условий существует лыжа универсальная и причем это универсальная лыжа как раз вот она для подготовленного и для разбитого склона по сравнению с трассовыми лыжами да она имеет более широкую талию где-то в среднем до 80 примерно немножко больший рокер и лыжи чуть-чуть может быть помягче в носке чтобы она как раз вот эти неровности склона проглатывала легче и было собственно комфорт вот то есть это в общем то они существуют тоже для для разного уровня подготовки ну и такого плана лыж подбираются где-то на 5 сантиметров короче рост пример средний в общем то самая популярная категория лыж потому что большинство из нас катающихся не всегда готовы поехать к открытию чтобы кататься по хорошим склонам обычно условия такие что склон достаточно быстро раскатывается и вот универсальная уже для таких условий подходит лучше всего значит что еще какая еще у нас есть интересная категория есть еще лыжи универсальные которые предназначены уже для катания по подготовленному по разбитому склону и вне трассы то есть это такая как бы вседорожник на котором вы можете в общем-то ездить везде если вы хотите поехать в горы и не хотите с собой брать там несколько пар лыж то вот такого плана лыжи вам позволит кататься и по трассе и в общем-то вне трассы поскольку они имеют уже достаточно широкую талию до 100 лыжи достаточно жесткая для того чтобы ехать по трассе по какому-то жесткому льду который может быть не трассы и при этом она достаточно широкая чтобы ехать глубоком книгу и не тонуть и подбирается ну лучше конечно такие брать лыжи около роста может быть даже немножко выше значит это вот что касается универсальных лыж дальше у нас есть группа лыж которые называются фриски вы же для свободного катания значит здесь можно выделить три таких категории точнее 2 и 3 подкатегории это лыжи для парка как в качестве примера atomic punks это лыжа собственно сделано для того чтобы вы могли кататься парка у них она сделана тринтипом загнута пятка и как правило они симметричны абсолютно то есть не все модели но вот для того чтобы легче было кататься в обратной стойке сделано лыжи абсолютно симметрично на центра крепления то есть если мы поверим дату вы же поделим длину пополам вот этого метка на лыжи это будет ее собственно говоря центр геметрический вот они в принципе как правило талии там около 80 плюс-минус в принципе парке широкая талия не нужна вот ну и бывают тоже разные жесткости для разного уровня подготовки и здесь с выбором ростовки на самом деле нужно подходить как бы очень индивидуально потому что ну для для перил там нужно брать лыжи покороче для трамплинов подлиннее все зависит как бы цель и задачи значит и вторая у нас вторая большая такая самая интересная категория для меня это фрирайд и здесь можно выделить две опять-таки таких под категории это универсальная фрирайдная лыжа и вы же для целины прежде всего будут отличия здесь ширине то есть универсальная фрирайдная лыжа будет иметь так где-то от 100 до 115 ну то есть например автоматик что-то достаточно большой рокер вот и она такая достаточно мягкая но тем не менее все-таки она позволяет вам кататься и по глубокому снегу и по насту и так далее потому что условия бывают такие что где-то снег есть где-то его нет где-то его откуда-то сдуло где-то у нас отжился и собственно для таких вот условий лыжи природные универсальные они не предназначены и самая как бы такая широкая лыжа это в данном случае атомик бен четвер это вы же категории уже полдов то есть мы же для катания в глубоком снегу когда снега очень много нету подложки чтобы вы же не тонула она сделана мягкая она сделана широкая у нее большой рокер то есть по большому счету все сделано для того чтобы вы же не тому в глубоком снегу сразу все задают вопрос как на таких широких лыжах кататься по трассе все равно приходится выезжать на трассу отвечаю абсолютно нормально то есть понятно что это не будет как бы вы же себя вести так как хорошая жесткая трассовая лыжа но тем не менее несмотря на то что как бы у него такая широченная талия нам все нормально контуется и никаких проблем там при езде по трассе с этой лыжи не возникает ну и соответственно фрирайдные лыжи они берутся в общем-то желательно брать максимально ростов как правило лыжи выпускаются двух ростов но если вы у вас нормальный вес и нормальный рост и не низкий человек то лучше брать максимально вот собственно говоря как то так все что я хотел рассказать всем спасибо всем снегу